Отделение реабилитационного центра «Росинка. Мать и дитя» в новом городке совсем недавно начал свою работу. Но определенные результаты уже есть. Об этом говорят творческие работы маленьких воспитанников центра, выставленные в фойе Дома культуры Медвежьих озер. Мы выставили, чтобы наши жители видели. У нас каждую субботу какое-то большое мероприятие, и всем объясняем, кто это сделал. Дальше мы уже наладили контракты в плане дружбы. Мы уже, скажем, вот этих детишек возили, давали автобус на конно-спортивный клуб, который у нас есть в Шевелкино. А для них это еще кроме того, что им интересно, а еще если, скажем, те дети, которых можно посадить на лошадку, это еще и является лечением. Взаимодействие преподавателей детской школы искусств Медвежьих озер сотрудников реабилитационного центра и Дома культуры во многом играет важную роль в социализации детишек с особенностями развития. Синтез поистине плодотворный и необходимый. Пластилиновая живопись, экварель, поделки – это творческое выражение воспитанников реабилитационного центра. Все ориентировано именно на детей. Для них еще шикарная возможность, что они могут выходить сюда, в социум, и свои работы лицезреть, и все другое лицезреть здесь. То есть они не замкнуты в своем таком пространстве, где они сами себе, как говорится, варятся. И самое главное, что, конечно, преподаватели, естественно, обладают, вот конкретно Волочаева Ирина Петровна, член Союза художников в Подмосковье, обладает той методикой, которая помогает этим детям в развитии их умственных способностей, потому что развитие мелкой моторики. Глядя на работы этих детишек, трудно понять, чем они отличаются от обычных. Яркие цвета, радостные картины, весь мир ребенка, как на ладони. Дети, которые имеют особенности здоровья, заболевания, какой-то диагноз или статус инвалидности, они отличаются тем, что дети через творчество выражают то, что порою не могут выразить словами. И именно поэтому их произведения, их картины интересны. Проверит для детишек и родителей увлекательную экскурсию по Дому культуры. Показали спортивный зал, кабинеты для занятий. Сегодня их пригласили познакомиться с нашим Домом культуры, чтобы в дальнейшем просто почаще их сюда приглашать на мероприятие. Во многом такие мероприятия помогают адаптировать детей с особенностями развития. И показать, они не менее талантливы, чем другие дети.